Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы будем читать 13 главу. Я напоминаю, что, читая эту книгу, мы читаем ее сразу в двух вариантах. Дело в том, что еврейский текст в итоге был переведен и стал синодальным переводом, и в синодальном переводе основа еврейская. А мы читаем тот текст, который лег в основу церковно-славянского перевода и который был переведен профессором Юнгеровым. Это был греческий текст, появился потом славянский с него, и профессор Юнгеров перевел на русский. Мы читаем именно этот текст, потому что его можно услышать в храме, и читая по-церковно-славянски или слушая в храме по-церковно-славянски, вы услышите именно этот текст. Итак, Соломон начинает. Он говорит, благоразумный сын послушен отцу, а непокорный сын погибнет. Добрый вкушает от плодов правды, души же беззаконных безвременно погибают. Кто хранит уста свои, тот бережет свою душу, смелый же на язык устрашит самого себя. Всякий празднолюбец живет страстями, руки же мужественных в работе. Праведный ненавидит ложное слово, нечестивый пристыдится и не возымеет смелости. Уже с первых стихов, если мы будем сравнивать эти два текста, мы увидим некоторое отличие. Вот еще раз я прочитаю первый стих, но уже в русском синодальном переводе. «Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения». И второй стих «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников зло». Но перевод Юнгерова и, соответственно, вместе с ним славянский текст и греческий, как бы из этой фразы, из этих слов, из той же, в общем-то, мысли сразу делают вывод. Не просто буйный, например, сын не слушает обличения, а непокорный сын погибнет. Все-таки есть некоторая разница между тем, чтобы не слушать обличения и погибнуть. То же самое здесь. Душа закона преступников вкусит зло, здесь сразу души беззаконных безвременно погибают. То есть греческий текст и вместе с ним остальные тексты, которые ему последуют, они сразу делают некоторый вывод. Духовный, в первую очередь, по отношению к предыдущим мыслям. Далее. «Всякий празднолюбец живет страстями, руки уже мужественных в работе». Мысль очень важная, потому что человек, который не имеет определенной цели, не стремится ни к чему. «Празднолюбец», то есть человек, который любит проводить время в праздности, который не любит трудиться, в итоге оказывается побораем страстями. То есть есть страсти, есть некоторые силы души, которые при правильном подходе, при правильном поведении он должен был бы направить в нужное русло, должен был бы трудиться, должен и духовно трудиться, естественно, и физически трудиться, и собирать и духовное, и физическое богатство, к чему Соломон призывает, но праведными путями. И такой человек стал бы хозяином самого себя. Цель аскетики именно в том, чтобы стать хозяином сил душевных, в первую очередь подчинить все их уму, подчинить все их духу, разумному началу в человеке. Но празднолюбец живет страстями. То есть празднолюбец, человек, который сам не имеет цели, в итоге ему цель в его жизни предоставляют страсти, и они влекут его то в одну, то в другую сторону, он вынужден им подчиняться. «Руки же мужественных в работе». Вот странно, почему именно мужественных? Ведь руки трудолюбивых, можно было бы сказать, в работе, но руки мужественных, потому что, чтобы трудиться, хоть духовно трудиться, хоть физически трудиться, нужно действительно не бояться работы, нужно не бояться неудачи. Даже можно вспомнить русскую пословицу «глаза боятся, а руки делают». Действительно, когда человек начинает работать, очень важно, чтобы внутренне он был уверен в том, что его усилия не напрасны, и для этого необходимо мужество, конечно. Далее, шестой стих. «Правда хранит незлобивых». Здесь Юнгер добавляет слово «в пути». То есть «правда хранит незлобивых в пути». «Грех же делает нечестивых злыми». Этот текст несколько отличается от того, что мы видим в русском синодальном переводе. Здесь шестой стих звучит так. «Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». Интересно, что Юнгеров говорит, что здесь слово «незлобивый». И славянский текст тоже говорит нам «незлобивый». А синодальный перевод говорит «непорочного». Правда, вот самый главный порог – это зло человеческое. Всё остальное уже исходит от него. И если человек непорочен, то он и не злобив в первую очередь. Но дальше здесь в синодальном переводе «нечестие губит грешника». Нечестие просто губит грешника. А здесь грех делает нечестивых злыми. То есть в чём их пагуба? Не просто в том, что они физически погибли, а в первую очередь в духовной пагубе, потому что грех делает нечестивых злыми. Значит, правда хранит незлобивых. То есть тот, кто незлобив и творит дела правды, правда хранит его. А человек, который совершает зло, будучи нечестив, становится ещё злее. «Иные выдают себя за богатых, ничего не имея, а другие смиряют себя при большом богатстве». Седьмой стих тоже несколько отличается, потому что вторая его половина в синодальном переводе говорит следующее. «Другой выдаёт себя за бедного, а у него богатства много». Но непонятно, почему это происходит. И вот славянский текст, греческий, славянский, за ним юнгеров показывает, что основа вот такого поведения, когда у тебя денег много, а ты ведёшь себя как не очень богатый человек, она в данном случае должна быть в смирении. А другие смиряют себя при большом богатстве. То есть дело не в том, что ты просто показуху такую устраиваешь, у тебя очень много денег, а ты ходишь в плохой одежде, ездишь на плохой машине и вообще выглядишь как бедный человек. А дело в том, что нужно-то не это, не внешность, нужен внутренний подход, внутреннее духовное изменение. И другие, те, которые богаты, смиряют себя при большом богатстве. То есть нужно стремиться не к внешней бедности, а к внутреннему смирению. «Выкупом за жизнь человека служит собственное его богатство, а бедный и угрозы не претерпевает. Праведным всегда свет, светильник же нечестивых угасает. Души коварные блуждают во грехах, а праведные сострадают и милуют. Злой от высокомерия делает зло, а знающие себя самих — мудры». Очень интересна эта идея о том, что бедный и угрозы не претерпевает. То есть человек богатый все время ориентируется на свое богатство и, претерпевая испытания определенные, он это богатство тратит. И Соломон говорит, что бедный, покрываемый Богом, не претерпевает даже угрозы. И праведным всегда свет. Не случайно Христос в Евангелии говорит, что он есть свет. Бог действительно присутствует в жизни праведников, или, скажем иначе, праведники, благодаря тому, что они праведны, впускают Бога в собственную жизнь, как бы живут в его свете. Помните, в Писании есть такие слова, «Господи, во свете лица Твоего пойдем, и о имени Твоем возрадуемся». И вот «во свете лица Твоего пойдем», то есть праведник живет во свете лица Божьего, а светильник нечестивых угасает. То есть действительно это важно. Вот здесь такая интересная мысль, что это не Бог угошает их светильник, не Он не дает им собственного света, а их светильник угасает, потому что они живут неправедно, потому что они нечестивы. Души коварные блуждают во грехах, и пока они это делают, праведные сострадают и милуют. Далее очень интересный текст, десятый стих, на котором мы закончили. «Злой от высокомерия делает зло». То есть главное зло, опять же, происходит от разделения людей. Это не просто зло как плохой поступок, а в первую очередь это зло как разделение, разобщение людей. Естественно, человек высокомерный, это человек, который гордится, тщеславится, отделяет себя от остального общества. А дальше, а знающие себя самих, мудры. То есть вот эта идея, которая потом в святоотеческом богословии выражается в такой парадоксальной и очень красивой фразе, «Знающий себя, видящий себя таким, какой он есть, больше того, кто видит ангела». То есть можно ангела увидеть, но при этом не видеть себя таким, какой ты есть. И тот человек, который знает сам себя, он противопоставляет с высокомерному, который делает зло. Видите, высокомерный делает зло от высокомерия, злой, точнее, от высокомерия делает зло, а знающий сам себя оказывается мудрым человеком. Мудрым, то есть он не высокомерен. И опять же получается, что он открыт всем остальным людям, потому что он знает себя, он знает, что если он слаб и другие слабы, и в этой такой общей некоторой нравственной нетвердости, он может снисходить к другим людям. Далее. «Имение с беззаконным, и спешно накопляемое, с беззаконием, и спешно накопляемое, умалится, а с благочестием себе собирающий умножит его, праведный, сострадает и одолжает». Имение, которое накапливается нечестным трудом, прекратится. Тот, кто с благочестием себе собирает, умножит свое имение, и будет при этом сострадать и одолживать другим. Это очень важная идея. Соломон многократно в разных главах подчеркивает, что он не против на самом деле того, чтобы человек был богат. Важно, чтобы он был богат честным путем, и важно, чтобы богатство не сделало его сердце щедрым. Потому что, да, две идеи эти, они постоянно соперничают как бы в христианской жизни. С одной стороны, хорошо быть бедным, потому что Христос говорит, что «раздай все, иди за мной», например. Или «тяжело богатому войти в Царствие Небесное». Но в то же время, именно богатый, если у него есть богатство, может помогать бедным и может поддерживать больных, немощных и прочее. И мы знаем, в истории церкви были люди действительно очень богатые, но при этом свое богатство использующее для помощи нуждающимся. И вот Соломон, он как раз не против богатства. Он против того, чтобы богатство искажало человеческую душу, чтобы оно делало его неприступным, закрытым, чтобы он не снисходил, не миловал и не поддерживал других. И далее. «Лучше начинающий от сердца помогать, чем обещающий и подающий надежду, ибо древо жизни – доброе желание». Текст не очень понятный, особенно вот эта последняя фраза, «Ибо древо жизни – доброе желание». Вероятно, здесь Юнгеров следует за греческим текстом, но от этого этот текст не становится более понятным. в синодальном переводе понятнее звучит. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Правда, текст не очень похож на то, что мы услышали в переводе Юнгерова, но, по крайней мере, вот этот пример про древо жизни, он может нам стать более понятным. То есть, человек, который… тот, кто начинает помогать от сердца, лучше, чем кто-то, кто только обещает, потому что исполняющий желание, исполнение желания, как древо жизни. То есть, в Ветхом Завете и вообще в христианском богословии древо жизни – это образ жизни, образ связи с Богом, образ даже вечной жизни. И поэтому человек, который исполняет нужду, немощь другого, исполняет его желание и делает это от сердца, а не только в обещаниях, он как бы приобщает его к древу жизни, то есть, помогает ему продлить его существование. «Кто презирает дело, тот будет в презрении из-за него, а кто боится заповеди, тот будет силен. У лукавого сына нет ничего доброго, а у мудрого раба дела будут благоуспешны, и путь его будет прямой. Закон для мудрого – источник жизни, а безумный умрет от сети». Вот в нескольких этих стихах проводится одна и та же мысль, что на самом деле человек, который с Богом, он внешне может даже как-то проигрывать, он может казаться слабее, он может казаться, выглядеть как раб, но при этом Бог его поддерживает. Кто презирает дело, тот будет в презрении, а кто боится заповеди, вроде бы он боится. То есть, для нас слово «боязнь» – это какое-то такое некоторое умоление человека. Он не активен, он переживает о том, как что произойдёт, но боящийся заповеди, фактически боящийся заповеди, как бы здесь некоторый такой содержательный синоним, вот страх Господень, да, имеющий страх Господень, тот на самом деле, благодаря этому страху Господню, благодаря тому, что он боится нарушить заповедь, он оказывается силён. У лукавого сына нет ничего доброго. Вроде бы он сын, но так как он лукав, у него нет ничего доброго. А у мудрого раба, кажется, он раб, он не сын, но у мудрого раба дела будут благоуспешны, и путь его будет прямым. Вот дай современному человеку выбор, скажи ему, хочешь быть сыном или хочешь быть рабом? Скажет, конечно, хочу быть сыном, потому что сын свободен, раб закрепощён. Но можно быть лукавым сыном, то есть внешне ты будешь свободен, но польза тебе это не принесёт. Можно поработить себя и при этом оказаться ещё более свободным, потому что дела будут благоуспешны, и путь будет прямой. Закон для мудрого – источник жизни, безумный умрёт от сети. Добрый разум даёт благодать, а разумение закона – есть дело доброго образа мысли, пути же презрителей закона гибельны. Всякий осмотрительный действует с разумом, а глупый обнаруживает свою злобу. У Соломона очень часто глупость – синоним практически злобы, нечестия. То есть, казалось бы, глупость для нас сегодня – это такое состояние, мы его не выбираем, либо человек умён, либо человек глуп. То есть, он не может стать умным просто потому, что захотел. Нам так сегодня кажется. Глупый он есть глупый. Но для Соломона глупость – это нравственное состояние, нравственный выбор некоторый человек совершает. Он не хочет быть умным, потому что, в первую очередь, для Соломона умный – это человек, который следует заповеди. Почему? Потому что он внимательно смотрит на свою жизнь, он задумывается о ней, он хочет прожить её хорошо, он хочет быть счастлив. И понимая правила, которые действуют во Вселенной, правила, которые установил Господь, человек мудрый живёт в соответствии с этими правилами. Глупый живёт так, как ему хочется. Он, как мы уже видели в начале главы, водится страстями, принуждается страстями. Жизнь его страстная, как бы сказали отцы Аскеты. И поэтому он не просто так глуп, как будто он родился глупым. Он глуп, потому что он выбрал это, он не захотел внутренне трудиться. «Всякий осмотрительный действует с разумом, а глупый обнаруживает свою злобу. Самонадеянный царь впадёт в беду, а мудрый посланник спасает его. Учение избавляет от нищеты и бесчестия, а кто соблюдёт обличение, тот прославится. Желания благочестивых услождают душу. Дела нечестивых далеки от разума». Опять, дела нечестивых далеки, казалось бы, от праведности, но они далеки для Соломона от разума, потому что благочестие и разумность для него – это синонимы. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а обращающийся с глупыми узнан будет». Вот эта фраза может показаться не очень понятной. 21 стих в синодальном переводе не менее интересен. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится». Опять можно было бы сказать, кто дружит с глупыми, тот сам станет глупым, но для Соломона он именно развратится, этот человек. А здесь в греческом, в славянском тексте, в переводе Юнгерова, вот это вот «общающийся с глупыми узнан будет». Что значит, что он узнан будет? Он будет узнан, что он тоже глуп, потому что он ведёт себя как глупый. То есть он, общающийся с глупыми, будет узнан по своему глупому поведению. Человек, который ведёт себя глупо, но опять вот мы должны всё время это помнить, что для Соломона вести себя глупо – это не значит, скажем, совершать глупые покупки неразумные или говорить какие-то неправильные вещи, несоответствующие действительности, общеизвестные, скажем, ошибаться в расчётах или ещё в чём-то. Нет, для Соломона глупый, поступающий глупый – это в первую очередь грешник. И поэтому вот в синодальном переводе как раз указание на то, что кто дружит с глупыми, развратится, не поглупеет, а именно нравственно деградирует. Это очень такая важная мысль, которая в Писании многократно проводится, смысл которой, суть которой сводится к тому, что человек, который общается с мудрыми, с умными, с праведными людьми, он возвышается и стремится к праведности, человек, который общается с глупыми, с развращёнными, развращается. Не обманывайтесь, дурные сообщества развращают нравы, говорит Писание. Далее. Следующий стих. Грешников постигнет зло, праведников же постигнет добро. Добрый человек будет иметь наследниками сынов своих сыновей, а богатство нечестивых сберегается для праведных. Праведные будут проводить в богатстве многие годы, неправедные же вскоре погибнут. Кто пожалеет свой посох, тот ненавидит своего сына, а любящий заботливо наставляет. Праведные, питаясь, насыщают свою душу, души же нечестивых голодны. Вот 25 стих, предпоследний в этой главе, говорит о телесных наказаниях. Интересно, что в Ветхом Завете телесные наказания, естественно, являются нормой. И мы, например, практически, мы видим постоянное упоминание о том, что отец должен воспитывать детей, но мы не видим того, что он должен, например, воспитывать их больше словом, чем физически, скажем. Или, например, что он должен как-то ориентироваться на их реакцию тоже, на их отношения. Кто жалеет свой посох, то есть палку, условно говоря, трость, да, вот в синодальном переводе 25 стих говорит не о посохе, а говорит о разге. Кто жалеет разги своей, тот ненавидит сына. То есть кто не наказывает своего сына, тот на самом деле наказывает его, он ненавидит его, потому что он не научает его тому, как надо жить. А любящий заботливо наставляет. Вот очень интересно, что синодальный перевод, еврейский текст, который лежит в его основе, говорит так, а кто любит, тот с детства наказывает его. И кажется, что книга притчи призывает фактически к телесным наказаниям и с детства наказывать, призывает с детства наказывать человека. А перевод Юнгерова говорит, любящий заботливо наставляет. Славянский текст говорит, любя и же наказует прилежно. То есть прилежно наставляет, но вот не случайно Юнгеров переводит наказует как наставляет, потому что наказание, в подлинном смысле слова, это не просто делание человеку больно, это не просто его какое-то, бьют физически, ремнем или розгами бьют, а это наставление, научение. То есть смысл не в физическом наказании, а в прилежном наставлении, в заботе о нравственном состоянии, о нравственной жизни своих детей. Но интересно, что Новый Завет дважды вот эти заповеди как бы уравновешивает. Не только почитай отца и мать твою, не только человек должен заботиться о том, чтобы, наказывая, воспитать доброго сына. Апостол Павел дважды в разных местах говорит, и вы, отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их правильно, в Боге и праведности, в исполнении заповедей. То есть важно для Нового Завета и в рамках новозаветной этики уже не просто наказание, потому что апостол говорит, даже не раздражайте, не то, что там оскорбляйте, унижайте, не бейте. Он даже об этом не говорит. Он говорит, не раздражайте. То есть не действуйте так, чтобы обидеть, оскорбить человека, расстроить его. Действуйте с любовью, воспитывайте, но с любовью. И 26 стих, «Праведный, питаясь, насыщает душу свою, души нечестивых голодны». Здесь, конечно же, прямая такая аллюзия с Нагорной проповедью, со словами «блаженны, алчущие и жаждущие, ибо они насытятся». «Праведный, питаясь, насыщает свою душу праведностью». Он насыщается. А нечестивые, голодные, то есть они не могут достичь вот этой полноты жизни. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». То есть, когда человек праведен, он вот эту свою нищету восполняет Богообщением. Человек, который грешен, в итоге от Бога отдаляется и навсегда вот таким голодным и остается. Не случайно здесь говорится не о физическом насыщении. «Праведный, питаясь, насыщает свою душу, а души нечестивых оказываются голодными». Именно потому, что главное насыщение, которое требуется человеку в жизни, конечно, церковь ни в коем случае не отрицает физических нужд человека, но главное насыщение, которое может дать человеку счастье, ощущение счастья, это духовное насыщение в Боге. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok